Фу-фу-фу, не туда сел Вот, теперь туда Так что, всем привет, дорогие друзья Рад вас приветствует на своем канале И с вами Виторган177 Сегодня у нас на обзоре будет карта Городок Автором данной карты у нас является Лекс-3600 Ну, или он же 3600 Всем привет, это моя первая карта Поэтому просьбы сильно не судить Но об некоторых ошибках можно сообщать На карте присутствует Один гараж закрыт, две АЗС Пять лесопилок, одна автоматическая погрузка Бревен, одноручная погрузка Бревен, 10 точек разведки 13 автомобилей на карте И один заменяемый Блин, ну что-то как-то на самом деле очень мало Мало, очень, очень мало Заменяемых автомобилей Ну, я думаю, в принципе Пройти эту карту можно будет даже На тех самых 13 машинах Которые будут предоставлены непосредственно самим автором И еще на карте присутствует сюжет, где вам придется найти два КАМАЗа с гаражными частями Но один из них поломан И надо найти трактор И его сервисную телегу Но трактор без топлива И вам надо найти топливную цистерну И заправить его Размер карты максимальный Карта строилась на дипломных объектах Для полного привода Но местами вам придется поработать рулем и передачами Приятного прохождения Ну что ж Я надеюсь, что действительно прохождение будет приятное Ну, в моем случае обзор По поводу прохождения пока что ничего сказать не могу Так что, ребят, усаживайтесь поудобнее И всем приятного просмотра Так, давайте продолжим Значит, смотрим мы с вами на карту И что же здесь мы с вами видим Ну, давайте, наверное, немножко скажу по поводу спауна Я так предполагаю Ну, вот здесь у нас был спаун, да Я так предполагаю, что автор вообще планировал сделать три слота Да, ну, судя по технике, которая здесь стоит Я не думаю, что это специально были поставлены машины Чтобы они вот просто были тут и стояли Ну, в чем загвоздка? Я так предполагаю, что данный вид транспорта Будь то Запорожец Будь то вот этот неполноприводный КАМАЗ Они просто-напросто не могут быть автомобилями На которых нужно спауниться То есть они не могут являться дополнительными слотами на карте Ну, здесь, как говорится, все познается в практике С помощью большого количества экспериментов Со спауном автомобилей Действительно, есть такая вот фигня в игре Что в редакторе вы ставите какой-либо автомобиль А на спауне он не появляется Да, и также хочу обратить внимание Что, к примеру, я менял именно ЗИЛ-130 Который был на спауне Когда вот только-только карта появляется Да, в игре, да Вот карта появилась Мы с вами там выбираем карту Да, ну, то есть лобби, да То есть выбираем карту, выбираем автомобиль И именно там стоял ЗИЛ-130 Почему он стоял здесь, да, получается, ЗИЛ-130 А появляемся мы с вами на КАМАЗе Вот на этом 65-115, по-моему Если мне память не изменяет Индекс этого Да, 65-115 Вот, как бы очень интересный момент достаточно, да Но все же это нужно было все-таки экспериментировать Вот, ну, что касаемо далее Открыли ЗИЛ-130 Это не рандом, да То есть этот автомобиль здесь специально был поставлен автором То есть здесь мы даже, я бы даже сказал, что мы появляемся в Укурат Чуть ли не в городе сразу же Вот, на Форде F-150 от Янцерс Я укатил, ребят, в гараж Зачем я это сделал, честно говоря, не знаю Ну, банально, по той простой причине, что я не знал, куда ехать Вот, как бы я на карте впервые Как всегда, обзор импровизации Как говорится, все в лучших традициях моих обзоров То есть, хоть у нас на спавне ЗИЛ-130 Мы можем его поменять, но можем его поменять На многозвездный мод, да Вплоть до пяти звезд То есть, здесь, как говорится, есть еще убирать Вот, ну давайте, наверное, все-таки я съездю в город именно на джипе На Форде Вот, немножечко поломан сюжет, да То есть, поломан сюжет за счет рандомных андонов Которые ставятся на тот или иной мод на спавн Вот, то есть, в принципе, если так посудить Нам уже не нужно искать топливо Да, то есть, в описании было написано, что надо найти сервисный тля-ля Тополя, короче, до хрена всего надо найти А по факту, по факту, ребят У нас имеется уже на рандоме На спавне 334 ремонта Именно в этом Форде И достаточно большое количество литров топлива То есть, как в самом кузове, так и, собственно говоря, на крыше Вот, то есть, мы здесь заправить можем далеко не один дефолтный автомобиль С помощью этих самых аддонов Вот, ну, может быть, кто-то будет, опять же, да, акцентрироваться исключительно только на сюжет На сюжет автора, да То есть, то, как он задумал эту карту проходить Я же не знаю, честно говоря Если я вдруг намылюсь, то, возможно, я бы взял какой-нибудь монопривод, но модифицированный Вот, мне кажется, как-то маленько скучновато было бы проходить Так, а что у нас здесь вообще имеется? Давайте, вот здесь у нас дома стоят, да То есть, видно прям такой город, прям пригород Ну, единственное, он какой-то такой Либо здесь новостройки какие-то, да Ну, прям что-то прям совсем очень все печально, да То есть, тускло как-то печально, все очень пусто И там еще у нас, смотрите, стоит машина Стоит машина Одна-одинешенька, знаете ли, меня это напоминает отчасти советское время Когда большое количество домов, да Посередине двор И какое-то минималистичное количество автомобилей стоит во дворе Ну, потому что далеко не каждый мог вообще в советское время Позволить купить автомобиль А даже тот, кто и мог позволить себе купить автомобиль Они банально стояли вечно в очередях каких-то и так далее и тому подобное Открылась у нас здесь точка разведки Благодаря ей у нас открылось огромное количество автомобилей Такие как КамАЗ-65115 Опять тут желторотый, который не способен вообще ехать куда-либо Он у нас, ребят, поломан Как и было, собственно говоря, сказано в описании Также 256-й крас С автономной платформой Автомобиль полностью готов к эксплуатации С автономочкой Пожалуйста, едем, грузимся и наслаждаемся Еще один 256-й на 6 очков погрузки Как, собственно говоря, в борт, так и прицеп Да, по 3 очка, итого 6 Еще один 256-й на 4 очка погрузки с распуском Ну, естественно, вы все это можете, ребят, переодеваться, переставлять Как вам, как говорится, как вам будет угодно Что еще хочу добавить Ну, в принципе, в принципе, да, по автомобилям я попрыгал Здесь, в принципе, у нас краза-мания такая своеобразная На 256-е краза стоят везде и всюду Я не ставлю перед собой цель на обзоре открывать гараж Как бы с этим автомобилем все понятно Элементарнейшим образом я на Форде бы до него доехал И, собственно говоря, открыл бы То есть отремонтировал бы Мог бы смело уже ехать вы своясь, как говорится Но делать я этого не стану Как говорится, тут и езжу, понятно Без моего, так скажем, какого-то там куда-то ездения, да Ежу, понятно, что куда нужно ехать Мы с вами на миниатюре уже видим и гараж Вот, да, и, собственно говоря, и сюжет Блин, меня что-то мотануло так нехило Я прям думал, что сейчас в дом ушатаюсь Вот, и гараж мы с вами видим И автомобиль мы с вами сейчас перед собой видим С помощью которого я мог бы в целом бы Отремонтировать эти самые гаражные части И спокойнейшим образом доехать до гаража И тем самым доставить эти самые два очка Вот, то есть, в принципе, ребят Рандом, он, как говорится, в помощь Да, то есть, вполне возможно, в помощь кому-то, да А кому-то и не в помощь Так, я думал, здесь примки на примки что-то будет Не, ни хрена, примков никаких нет, ребят Примков-то у нас тут нету, получается, да А как нам туда проехать? Что-то у меня предположения, знаете ли, такие своеобразные посещают Что, вообще, давайте, знаете, вот эту сторону мы с вами карта сейчас откроем Откроем вот эту сторону Прямо-прямо будем ехать, что называется, до посинения До позеленения После всего того, как мы позеленеем, посинеем Вот, повернем либо налево, либо направо Ну, предположительно, налево Наверное, все-таки я вверх карты открою А потом поеду понизу Я думал, дрифтану маленько, да Шлифану, дрифтану, да и, собственно говоря Товой на этого Ну, ни хрена, товой на этого у меня не получилось Поэтому будем делать этого и на товой Так, ну, едем дальше, ладно Едем Здесь у нас первый поворот направо Он наш Он где-то здесь неподалеку Пятая передача Блин, ребята, топчик вообще В фордик едет Прямо одно удовольствие Вот Карта, в принципе, без грязи Я вот сколько я проехал, да То есть, можно сказать Пол карты я обкатал Я грязь еще не видел Хотя, в принципе Она могла бы быть с учетом того То, сколько мы с вами вообще уже увидели По недостаткам этой карты Да, хоть автор и говорил Там, не судите строго Я никаким образом судить строго не стану Вот Но все-таки констатировать факты я буду В чем заключаются факты Вот, кстати, трактор Сервисная телега Вот, кстати, от трактора Вот, все тут как бы рядышком Если что, вдруг Кому-то вдруг, да Если кто-то вдруг Намылиться Проходить исключительно по сюжету Вот, пожалуйста Неподалеку от спавна Здесь все есть Вот В чем недостатки? Ну, как-то все слишком ровно Ну, посмотрите Я уж как бы Молчу про однообразие, да И идентичные домики стоят Идентичным образом заборы поставлены Вот, все как-то это все одинаково Ладно, хрен с ним домики Фигомики Хрен бы с ними, да Ну, дорога-то, блин Ну, она должна быть Все-таки какой-то быть ухабистой Такое ощущение, как будто По этой дороге Ежедневно проходит каток Вот Оттого она такая у нас ровно А еще один, ребят Сто тридцатый зил Ну, не знаю Их пруд пруди Этих зилов Вот, прям Двести пятьдесят шестых кразов Зилов И так далее И тому подобное Вот Есть еще одна Еще один момент О котором бы я хотел бы сказать Если честно Откровенно говоря Момент достаточно очень такой Как сказать Может быть Может быть я неправильно Сейчас что-то скажу Да Вот Но, тем не менее Момент такой Лучше, по моему мнению Поставить больше слотов Для машин На спава Да Чтобы люди проходили Именно то, на чем они хотят проходить Потому что Я понимаю Заставить людей проходить На машинах Те, которые хочет Автор, чтобы проходили В том случае Если эти машины Модифицированы То есть Автор из воркшопа Прописал на свою карту Моды Да Из воркшопа То есть Вы подписываетесь на карту По ссылочкам переходите Подписываетесь на моды И тем самым Один в один Повторяете сюжет Который был запланирован автором Но другой вопрос Когда Здесь нам говорят Нет, ни хрена Вы будете ездить на дефолте Честно говоря Вот мне этот дефолт Уже в печенках сидит Уже без малого два года Ребят Уж как-то вот Он мне приелся Я не знаю кому как Может быть кто-то До сих по сей день Тащится от дефолта Вот Но лично для меня Вот одного слота Это реально мало Я бы вообще Вот мог бы развернуть сюжет Например Там Использовать погрузчик Использовать автомобиль Для транспортировки погрузчика Также Непосредственно Сам лесовоз Да То есть Задействовать На этой карте То есть Вот уже Уже Это как минимум Три слота Да Вот С учетом того То что погрузчики Они в большинстве Своем Полноприводные Да не в большинстве Своем А все они Погрузчики Полноприводные То естественно Естественно Нужно Больше очков баланса Да То есть Можно в принципе На спаун поставить Тот же самый Какой им там Три краза Например Четыре краза Поставить Пускай они будут Полноприводные Благо люди читать У нас вроде бы Умеют Да В описании написать Карта для монопривода Да Но причем При этом Поставить На спаун На спаун Полноприводные Автомобили Исключительно Только для того Чтобы Было больше Очков баланса Чтобы люди могли Развивать сюжет По своему Здесь я сюжет По своему Развить не могу Могу я здесь Ездить исключительно Только на дефолте Ну плюс Еще вот этот Автомобиль Который на спауне Всего один То есть Здесь мы сразу Исключаем Модифицированный Погрузчик Я вот Все Вот у меня Руки чешутся До погрузчика GCB От Янсерс Охрененнейший Погрузчик Ребят Просто топовый Погрузчик Наверное Один из лучших Погрузчиков Вообще В истории Игры Модраник Вот Но я Опять же Не могу его Использовать По той простой причине Что у нас Здесь всего-напсего Один слот Вот Вот в принципе Вот это вот такие Наверное Самые такие Основные Недостатки Этой карты В остальном Что я могу сказать Ну Ландшафт Однообразен Как бы Можно было бы Над ландшафтом Еще поработать Вот к примеру Дорога ушатана Да Сворачиваем с дороги Здесь у нас Как катком укатана Да Во Грязь Ребят Грязь Здесь есть грязь То есть Как бы Не все потеряно Но грязь Она нарисована Здесь по-моему Автоматиком Без экструдоса Или Или с экструдосом Что-то как-то По-моему Слишком уж Ну Ну Автоматика Здесь явно Даже здесь Ребят Экструдос есть Но он прям Какой-то тонюсенький Притонюсенький Но автоматик Здесь в преимущественном Каком-то таком количестве Вот Ну Что у нас остается Остается у нас Буквально Три точки Нет Вру Не три точки По разведке Гораздо больше Точек разведки У нас остается Вот Но я постараюсь Их все открыть Я не обещаю Но я постараюсь Да Как говорится Тут как бы Мало что От меня зависит Все таки Хочется Вписываться Какие-то рамки Обзора Там Те же самые Ну не знаю Ну хотя бы В полчаса Да Вот Не завышать Какое-то такое Сверхъестественное Время По обзору Вообще Мало кто Это будет смотреть Вот Здесь домик Одинокий стоит Что он здесь стоит Материалами Автор поработал Радует Безусловно Красиво Все классно Замечательно И прекрасно Вот Ну Не хватает Ну с лесом Да Вот что с дистрибами С дистрибами Тоже достаточно Все однообразно По-моему Их здесь Пара штук Да Если мне Взор мой Не изменяет Но мне кажется Их здесь Пару штук Всего-навсего Этих дистрибов Ну вот Можно было бы Тоже сделать Немножечко Поразнообразнее Добавить Каких-то Низкорастущих Кустиков И густиков Поболее Да Чтоб как-то Это более Все-таки Живенько смотрелось Потому что в целом В целом Ребят Карта смотрится Немного пустовато Как-то вот Ну реально Как будто Чего-то на этой карте Не хватает Не хватает здесь Ребят на этой карте Каких-то луж Да Не хватает луж В принципе Почему-то все Очень сильно пугаются Делать лужи Если карта для монопривода А не надо пугаться Просто нужно Уметь работать С дистрибами Офу С дистрибами С экструдосом Даже самый ущербный Какой-нибудь Монопривод Я не беру в расчет Безусловно Американскую технику С колесной формулой 6х4 Вот Но даже Тот же самый 256-й крас С шестью очками Погрузки Демонстрирует На самом деле Превосходные Показатели По проходимости Безусловно Ребят Тестируйте Все свои карты Смотрите Как оно Будет ехаться На тех или иных Машинах Но в большинстве Своем Моды Моды Моноприводные Особенно те Которые пользуются Повышенным спросом Да Я не буду перечислять Какие там моды Моноприводные Пользуются спросом Я думаю Каждый для себя знает Какие моды Ну вот Пользуются Вот В большинстве Своем Они едут Лучше Чем дефолт Лучше Гораздо лучше Чем дефолт Да Ну А как мне туда Проехать Вопрос Что-то я Как-то Блуданул Не то Я там Поворот Пропустил Или вот Здесь Вот она Что Просека Что ли Или что Тут Такое Что тут Таке Да Куда Я попал Ну давайте Немножечко Скочуню Я не знаю Я наверное Поворот Может пропустил Я хз Ребят Здесь у нас Опять Деревушка Какая Это Да Деревушка Да Пожалуйста Нашли мы Волшебным образом Здесь с вами КамАЗ Очередной Давайте Проверим Его состояние Какие то Пятачки Зачем тут Этот пятачек Вообще Куда то Выдавлен Как то Аккуратненьким Образом Таким Как будто Я не знаю Тоже Как то Прям все Ну этот Автомобиль Ребят Полностью Готов К эксплуатации Он вполне Способен Ехать Самостоятельно То есть Вот этого Топлива Которое Там Открыть гараж Да То есть Доехать до гаража И собственно говоря Скинуть эти самые Гаражные части Так Ну что Давайте мы Немножечко За себя порадуемся По той простой причине Что мы С вами Открыли 2 трети карты У нас осталось Всего ничего Точек разведки Нам нужно Доехать До сюда До сюда Наверное Как то Вот сюда Потом Да Вполне Возможно Но это Не точно Поехали обратно Опять через лесок Сейчас Сократим Ну куда Такие Ухабы Здесь Когда Вот здесь Все очень Плоско Да Естественно Я не поеду По дороге Я поеду Вот здесь По газону Да То есть Я поеду По газону Потому что Здесь ровно Вот Зачем мне Ехать по дороге Когда там Ухабиста Я поеду По газону Вот Поехал я По газону Здесь у нас Ребят Смотрите Речечка Речушка Речечка Река Речечка Речушечка Ли это А ну да Речушечка Течение Имеца Вот То есть Она вроде как Течет Ну такая Достаточно Очень спокойно Течет Никуда она Не торопится Можно было Обрамочку Сделать Да Береговая линия Вот например Вот как вот здесь Да То есть Вот видно Да Вот здесь Такая своеобразная Береговая линия А дальше У нас травка Растет Вот эту береговую линию Можно было продлить Да Вот так продлить Вдоль реки Она смотрелась бы Более реалистично Вот Ну в целом Смотрите Да Над ландшафтом Автор поработал Но все равно Скучно Скучно Вот здесь Надо было добавить Материал гор Да То есть Вот этот материал Рокса Он здесь Смотрелся бы Смотрелся бы как нельзя кстати вот ну дальше мы ребята с вами получаться перевели перри 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 а вот здесь что-то дорога какая-то не то она кончается не то начинается вот едем ладно вот сюда то есть мы с вами развал а давайте знаете чё про мониторе ну нет глубоковато наверное для джипа будет и фиг вы знаете а вдруг там экструдос да то есть как будто этот момент тоже достаточно очень щепетилен вот или попробовать махануть зачем вот зачем то вот это вот местность она вообще как бы бестолковая тут никаких локаций нет лесопилок тут у нас нет ехать сюда вообще незачем исключительно только за тем чтобы открыть точку разведки и все как бы карта зря была все-таки мне кажется сделанного таким большим размером авторы зачастую первые свои работы делают стараются делать мало того что большого размера хотя как бы практики очень мало в редакторе то есть ее вообще может не быть этой самой практики да ну вот думаю что они сделают какую-то классную там карту обалденную в 95 процентов случаев карта получается ребят мягко говоря ну как сказать мягко говоря но так себе карта получается да вот и все равно тем не менее люди к на каком-то подсознательным образом картоделы новоиспеченные они все-таки стараются взять именно большой размер не знаю ребят почему вот у меня в принципе я сам за себя даже могу сказать что первая моя карта тоже была 32 на 32 вот еще версии игры spintires там 13 04 15 или где-то там в тех в тех далеких это как краях так скажем да вот здесь это нас камни насыпано просто равномерным слоем круг как говорится не где-то даже больше не где-то меньше просто взята была кисть выкручена там она грубо говоря на 60 интенсивность и вот таким вот знаете ли мазками такими этой самой кисти были накиданы сюда эти камни ну вот я бы там все-таки как-то это все-таки немножечко проредил бы да то есть добавил бы холми иногда вот здесь безусловно ребят очень сильно напрашиваются материалы rocks блин ну вот ей богу смотрелось бы с горным материалом это местность совсем по-другому и гораздо красивее я больше чем уверен я дают просто сто процентов гарантии что местность бы заиграла бы другими красками с учетом того то что если здесь автор еще столько камней накидал вот реально это место заиграла бы другими красками я не знаю смотрел автор мои уроки по редактору да но судя по всему нет не знаю я либо он посмотрел не все хотя в принципе этом рассказывал как делается грязь даже принципе для какого-то ущербного монопривода можно опять же повторюсь не беру расчет дефолтные американские автомобили вот ну даже даже для самого ущербного монопривода можно сделать классную грязь то есть принципе машина будет ехать раскидывать влево вправо грязь на при всем при этом ехаться будет комфортно вот все это при принципе я рассказывал как чего делается лайтовая грязь как делается глубокая грязь как и делать грязь вообще в целом чтобы она смотрелась как грязь они как неизвестно что да потому что некоторые авторы ленятся пройти сначала экструдосом а потом начинать мазать автоматиком вот они экструдос поленились либо нанесли неправильный слой экструдоса вот и начинают фигачить зато глубокие колеи на этом самом тонком слое экструдоса что в конечном итоге получается автомобиль едет по воздуху а потом думают а почему у меня машина едет по воздуху ну вот так вот потому что неправильно было сделано нанесен экструдос все достаточно очень банально и просто вот опять же до дорогу ушат она сворачиваем из дороги и здесь мы себя чувствуем гораздо по моему комфортнее вот наоборот нужно делать дорогу а ну они делают для чего дорога делать чтобы на ней комфортнее ехалось чем на тех местностях которые эту самую дорогу окружают да то есть вот как раз таки вот в лесу должны быть холминки ухабинки там и не знаю так далее тому подобное а вот на дороге должно быть более или менее гладко да но с учетом того то то что все таки эта игра у нас про то как мы здесь должны месить грязь вот безусловно холминки и на дороге тоже должны присутствовать но в лесу их должно быть куда в большем количестве нежели на дороге обалдеть ребят первая лужа первая лужа вообще которая была мною замечена на этой карте она первая же она же и последняя же я так предполагаю давайте посмотрим как автор эту самую лужу собственно говоря сделал ну на полноприводном джипе проезжается очень легко но я хочу сказать что вот этот джип он очень хорошо сбалансирован чуть ли не про с проходимостью от уазика да там 31 51 469 без разницы что-то примерно в этом же духе вот то есть принципе грязь очень такая лайтовая при лайтовая простая при простая ребята ну что я хочу сказать что я хочу сказать в целом сделано все классно вот зато у нас на погрузке нет вспомогательной техники для того чтобы загрузиться я не видел эту карту заранее да не видел не смотрел не обкатывал но еще тогда я предположил что плен было бы как классно если бы на спавне было бы больше дополнительных слотов и можно было бы взять и погрузчик и автомобиль потрал и собственно говоря автомобиль который будет перевозить лес вот было бы классно как раз таки здесь не хватает погрузчика как было бы круто его сюда подогнать и собственно говоря грузить свой лесовоз но к сожалению как-то вот так вот но я не знаю будет ли к автор карту обновлять почему у него так вот получилось что один слот всего-навсего отображается хотя по факту там аж три машины ребят стоит на спавне ну все-таки надо как-то вот этой моменты избегать все-таки делать больше карты для игроков потому что мы карты делаем для общего доступа соответственно мы делаем для игроков а чтоб игрокам комфортно играл и соответственно нужно создавать эти комфортные условия вот как моя рекомендация лучше поставить 5 255 кразов там 73 10 мазов а уж там каждый будет для себя решать на чем эту карту проходить еще раз повторюсь исключение может являться исключительно тот момент когда автор на карту ставит какие-то модификации действительно тем самым запланировав какой-то грандиозный сюжет с помощью модов подпиской из воркшопа здесь же дефолт ребят ну я не знаю лично я уже накатался с момента релиза игры мод раннер я уже на дефолте накатался просто выше крыши особенно учитывая его эту самую ущербную внешность да визуализацию этого самого дефолта ну честно говоря никуда не в красной гвардии короче никуда ну блин ну никуда он да не годится надоело честно надоел дефолт все ребят на этом я заканчиваю огромное всем спасибо за просмотр карту вы сможете скачать увидев ссылку под видео на наш сайт переходите в мир точка ру и там будут ссылочка как для пиратов так и обладатели лицензионной версии всем спасибо всем пока а